Осознание, страдание, не как вот этого чувствования, которое пьянит некоторых, как винострадание, как винострадание, говорил Бальзак, а осознание, что я сейчас не уместен, а значит, я могу и должен найти место, найти себе место в настоящем, найти себе место в отношениях. Вот вы можете страдать, когда вы пришли домой, поговорили с домашними и чувствуете, что вы неуместны. Вы можете предаться страданию, пойти сесть в угол, значит, трагично смотреть выключенный телевизор, демонстрируя всем, как великое и неизбывно ваше страдание. А можете подумать, как вы можете быть уместны, и вы можете сделать, и осознав, что вы ищете сейчас свое место здесь, вы можете найти это место в коммуникации с близкими людьми. Страдание, оно становится каким-то абсолютно бессмысленным, потому что оно же не защищает. Ну вот вы страдаете. Понятно, что когда эволюционно страдание задано нам, почему это первое чувство эволюционно очень важное, потому что мы таким образом страданием сообщаем матери и другим людям, что мы нуждаемся в помощи, мы лишены сил, мы не можем сами. И страдание – это способ привлечения помощи. Мы кричим, и к нам должны прибежать. И так долгое время происходит. К нам действительно прибегают. Но после этого страдание перестает иметь смысл. Он начинает иметь абсолютно негативное звучание. Потому что если у вас плохое настроение, с вами не хотят общаться, вы неинтересны, вы сами хотите общаться с человеком, который находится в состоянии страдания. Ну, я думаю, вряд ли. То есть эволюционно ее функция выполняется. Функция страдания – это боль и уход, это боль. И чем дольше вы на этом пике способны сохранять свое ощущение восторга от жизни, максимум брать от нее, тем лучше. Это просто надо понять, что это золотое 25-летие, это 40-летие, 60-летие, которое между 10 и 70-ю, оно прямо золотое. И ему надо все сделать, чтобы в эти годы чувствовать себя счастливыми. Вот. Ну, кому-то на старости повезет, и хорошо они, значит, с мозгами работали. И это будете тоже вы. Вот. Потому что мы с вами будем работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok